Добрый вечер, друзья мои. Итак, что мы имеем сегодня по визиту Макрона, президента Франции, в Москву, а теперь вот в Киев. Тут все спрашивают, а о чем они договорились, о чем они договорились. Я быстренько тут посмотрел, чего куда договорились, вот рассказываю. Значит, 6 часов переговоров Макрона с московским главарем Путиным, потом еще 5,5 часов переговоров с президентом Украины Зеленским. Вот как, знаете, охарактеризовать одним словом? Ну вот, если так все полностью подытожить и рассказать, о чем вот эти были переговоры, ни о чем. От слова вообще ни о чем. То есть, конечно, Макрон очень хотел бы за 2 месяца до президентских выборов во Франции упрощить свое положение и хотел бы привести в Европу мир и, знаете, выглядеть таким супер-пупер дипломатом. Но ничего более, чем какого-нибудь такой, знаете, чемберлинизации Макрона, если вы понимаете, о чем идет речь, не получилось. То есть, он съездил к Путину, он поговорил, там Путин ему не пообещал абсолютно ничего. Макрон ему, в свою очередь, тоже абсолютно ничего не мог пообещать, потому что у него срок полномочий истекает от ОТО и неизвестно, изберут ли его на следующий срок. Это отдельная история. Что же касается переговоров с Зеленским, Зеленский ему тоже ничего не пообещал. То есть, все просто сошлись на том, что и так уже было официально известно. Да, Россия должна выполнять Минские соглашения. Да, Украина брала на себя обязательство выполнять Минские соглашения. Каждый из которых, Россия понимает их по-своему, Украина их понимает по-своему. Все. То есть, в принципе, если бы Макрон не летал в Москву и в Киев, и, собственно говоря, если бы дела продолжались тем же абсолютно образом, каким они продолжались до этого, ну, где-то все было бы приблизительно на тех же самых рельсах. Путин не обещал ему увезти войска с украинских границ назад в Хабаровск или откуда они там, Улан-Удэ, откуда, я не знаю, они еще там из Уфы приехали и так далее. В свою очередь, Макрон, как и Зеленский, само собой, никто не обещал Путину ни расширения НАТО и так далее, и так далее. То есть, все остались при своих позициях, и я, честно говоря, с трудом понимаю, о чем там можно было столько времени говорить и столько времени обсасывать ситуацию. Единственное, ну, если в Москве я еще могу как бы понять, да, там Макрона был обед, на котором ему предложили уху из пяти сортов рыбы. Ну, то есть, растянуть, в принципе, можно было. Я теперь понимаю, где там 6 часов, вот это вот, может, там не только рыба была, а еще что-нибудь было. То есть, это я понимаю, то в Киеве он вроде рыбы не ел, и почему были 5,5 часов переговора, я не совсем понимаю. Понятно одно, каждый остался при своем, и абсолютно никаких краеугольных решений принято не было. Будет ли война? Нет, не будет, но Путин как угрожал, так и будет угрожать. А Украине как начать на Путина, так и начать.